Теперь об этих и других новостях подробнее. Печора вновь оказалась бессильна перед поводком. Многие улицы уже сейчас просто превратились в настоящие реки, а ведь еще даже не начались дожди. Резко ударившая теплая погода, естественно, послужила быстрому таянию снега, да еще и местность в этом районе болотистая. Улица Островского, одна из двух основных дорог, связывающая речную и железнодорожную часть, уже превратилась в настоящую реку. Машины здесь замедляют ход, а любителям пройтись из одной части города в другую пешком пришлось серьезно промочить ноги. Самое страшное, о чем задумываешься в первую очередь, что станет с асфальтом, который отремонтировали только в прошлом году. В этот же день, когда началось затопление, администрации муниципального района Печора было составлено постановление о временном запрете передвижения по улице Островского. Такая же проблема с потопом и в поселке Путеец. Здесь размывает не только дорогу, но и топит сам поселок. Сейчас на затапливаемом участке установлен знак 3.2 «Движение запрещено». То есть проехать могут только автомобили почтовых служб, общественный транспорт, автомобили, обслуживающие предприятия, автомобили, принадлежащие гражданам, проживающим на данной территории, а также транспортные средства, управляемые инвалидами 1 и 2 группы с опознавательным знаком «инвалид». Главная причина таких потопов – отсутствие хоть какого-нибудь оттока воды. Ведь даже обычных ливневок в нашем городе нет ни одной. Но если в этих случаях главной проблемой стала вода на дороге, то вот жителям другой улицы повезло куда меньше. Улица Комсомольская. Долгие годы жители ближайших домов ждали здесь ремонт. И вот в прошлом году чудо произошло. Дорогу так и сделали. Да вот только радоваться пришлось недолго. Не прошло и года, как ремонт предстоит вновь. Хотелось бы сказать ямочный, да вот только ямы такие еще надо поискать. Специалистами администрации установлена предварительная версия случившегося, а именно высокий уровень воды на болотах. Дорожное покрытие не выдержало и теперь на этом месте зияет огромная яма, более 5 метров диаметром и столько же глубиной, которая с каждым днем становится все больше. Авторюбителям просто по счастливой случайности не довелось рухнуть под землю вместе с асфальтом. Как сообщили в администрации, вопрос по устранению промойны находится на контроле. Ввиду того, что на данный момент происходит движение воды, проводить земляные работы не предоставляется возможным, отметили в администрации. Как только упадет уровень воды, будут проводиться земляные работы по герметизации и дальнейшей засыпке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!